Приветствую вас, друзья, с вами Верус и наше прохождение за Марка Вульхарта получается как действительно параллельная вселенная нашему прохождению за Накая, потому что тоже 14 серия. Правда, ходов здесь всего лишь 109, там где-то под 170 ходов уже к этому моменту было сделано, но сам факт. Остается дождаться, когда три хода пройдут и спадет этот штраф, этот бонус для врагов, и можно играть в финальную битву, можно сюда прям зайти. Напрямую даже не телепортироваться. Такое в принципе редко бывает, и наверное в последний раз, еще в первой вахе я такое делал, хотя не факт, может как-то еще заходил. Но раньше ведь, чтобы сыграть квестовую битву, нужно было прийти непосредственно к этой точке, именно туда добраться, именно туда подойти и сыграть этот квест. А порой они были очень-очень далеко, эти точки, они могли находиться в пустошах хаоса, а мне туда дорога была заказана, как говорится. Хаос и так бесчинствует, в общем, все разрушено. Норска ходит по твоим землям, а Норска в первой части сразу очень любила ходить по тылам, и даже не обращала внимания на города, где есть стены. То есть если есть стены, оно уходит. И именно первая тогда ваха меня заставила строить, до сих пор строя, да, везде стены. Вот какой бы город я ни захватывал, где бы он ни находился, строя стены, и не убирая их. Идет орда зверолюдов. Ну что, еще давайте Хохланду распустим пропаганду. Пусть будет пропаганда. Так, ну и детишки. Сейчас. О, детишки. Ну ладно, короче, если вы в сторону Итса идете, вы в принципе медленно идете, так не торопитесь. Я вас там и перехвачу. А сейчас пока в квецу. В квецу, в квецу, и здесь погощу. Еще один стэк тоже детишек ведет все-таки в эту сторону. Но это все мелочи. Нет, все мелочи незначительные, вообще сейчас сильно ни на что не влияющие. Так, беги сюда. И стены. Так, городишко, стены, порт, ресурс. Порт, хотя можно ресурс. Лучше даже сейчас ресурс. Леса. Дорога. Скрип колеса. Ну и все. Бруно здесь подходит, конечно, готов защищать, если что вдруг. Но лизардмены в атаку не переходят. Поэтому его возвращаем вот сюда. И пусть они сидят спокойно, ничего не делают, не переживают. Вообще у них все хорошо, у нас все хорошо. Жизнь прекрасна. Кавалерию только надо слить, если что будет сейчас. Я все равно распускать демигрифом возьму вместо. Вместо всех этих возьмем демигриф. Сдаем. Ну что, детишки. Может сейчас как раз автобой сольет там кавалерию в ближний бой и отправим. Их-то. Я думаю. Марк Вульфард опять же на автобое и не почувствует. Просто так. Открутит им голову. Как ни к чем на игрушке. Кстати, он что-то... Куда-то пошел непонятно. Стороной решил обходить. Куда ты идешь? Итса, вот она. Прямая дорога. Вот просто иди на Итсу тогда. Окей, если ты пошел сюда. Нет, он решил обойти. И моих там территорий-то нет. Вот Итса и все. Он с другого фланга решил напасть. Интересное решение. Интересное. Ну пусть. Мы не будем им мешать. Сейчас просто пронаблюдаем. Враждебность спадет. И мир будет спасен. Мир имперцев. Золотом лизардменов. Технология исследована. Немножко кавалерию. Чудовищный удар для натиска. Ну и вот, в принципе, мы дотягиваемся. В любом случае, я дотянусь. Я сейчас его убью. Так, 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 так. Скорость тебе. Или давай знак. Вдруг они еще будут расстреливать. А так-то монстры там у них будут. Финальные битвы однозначно. Со стрелками. Так что... Скорее всего, это и придется делать. Да, ну... Тут даже монстров нет. То есть, может, во втором стейке еще будет монстр. А здесь их нет. Здесь этих ребят... Совсем не оказалось. Let's go! Давай, наверное, вот сюда ты встанешь. В принципе... Дети непонятно, куда идут. То туда они шли, то вроде бы в Тлакслан. Здесь это, наверное, город осадили, и они передумали. Решили, ну что мне здесь делать, да? Город осадили. Больше запаса. Давай вот так. Все равно изучить не успеем сейчас. Перед финальной битвой. Координатор... Давай надзиратель. Тебе заземление нужно. Сеть ты будешь, кстати, бросать же. Второго уровня. Так, что пригодится. Ну и все, последний ход. Ооо. Торговый договор. Конфедерацию подписал. Тор Элазор. Да. Лотерн на юге. Но это значит, эльфы слились здесь. Сейчас он не будет сражаться за эти территории. Ну так проходит очень часто, да? Такое сплошь и рядом в компаниях. Лизардмены пытаются контратаку провести. А у них захлебнется. Причем захлебнется в потоке наших стрел. Если бы они дошли. Но им не судьба дойти. Даже этот стек сейчас не дойдет. И даже повстанцы не нападут. Хотя если повстанцы нападут, то серия может получиться продолжительной. Достаточно такой полноценной, да большой серией. Потому что финальная битва, если будет примерно как с Накаем, то не буду спойлерить, как это все произошло, да? Но в целом поле боя должно быть такое же. К нашим границам явилась огромная толпа беженцев. Давай рост. Это для тех, кто еще не досмотрел финальную серию за Накая. Распускаем тебя. В принципе лучников тогда не буду распускать. Героев и лишь демигрифов сейчас берем. Блин, елки-палки. А демигрифы-то элитные еще не откатились. А это-то я и не проверил. Можно колесничку взять с одострелом. По монстрам работать. Ну, давай, ладно. Возьмем колесничку. Ну что, развертывание войска. Накай, здесь у тебя есть еще и древних. Сопротивление урону. В принципе, не сказать, что у тебя бомбе. Знаю, у тебя есть один дикий завар. Как минимум сейчас подкрепление-то 100% будет еще. Есть охотничья стаи. У нас цинки. Главное, азавров нет на самом деле. Потому что этих-то мы расстреляем. Ну и кавалерию немножко. Погнали! Зовет финальная битва. Сейчас надо читать. Джунгли Люстри в огне. Ее города-храмы рушатся. Войска империи под командованием Марка Вульхарта сеют хаос в новом свете. Грабят богатые поселения ящеров и уничтожают всех, кто встал у них на пути. Однако теперь пробудился их самый жуткий враг. Разведчики доложили Вульхарту, что в ближайших окрестностях Итси видели существо под названием Дух Джунглей. И гермейстер взял след. Это будет самая опасная охота в его жизни. Ну погнали. Карта вроде такая. Ну да. Грабят богатые поселения уничтожают к этому заболевым лизерам и его заведующим. Грабят богатые поселения уничтожают и уничтожают. Но нет. Таким образом, «спирит» в тюрьме, это не смысл. Это вещь и кровь, как и другие из них монстрового рода, которые мы уже видели и славы. it can be killed i know you are afraid but remember fear is not a weakness it will keep you as sharp as the weapons that you wield it will keep you alive today civilization will triumph over the dark wilderness man shall triumph over beast this gun is a shield they have a shield and the elfie if we hit her on the wall she pускаet this gun and lomit the shield so they have this bonus already has to be easier to win the final murder 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 army in principle задача такая же только вот за лучников сейчас нужно чуть аккуратнее выстроиться хотя пушки я не успею перебросить это же крайне ответственный момент с лучниками здесь расстановка играет ключевую роль а вы мне такую ужаснейшую расстановку даете так паладин выходим сюда эльфийка гном маг текен 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 пушка суда арта суда хотя не успеем вот сейчас будет сложно это все оформить на кая убьем уже уже практически его убили а он умрет даже до того как я способность поменять вот и все лорд мертв я даже не успеваю сейчас среагировать и какие-то способности кинуть хотя подожди вот так потому что они не доходят просто не доходят сейчас до ужасный могучий монстр здесь сейчас творит хаос у нас ну в остальном то проблем нет это он ну так по мелочи сопротивляется в урон блин ну здесь подкрепление подошли сейчас ладно урончик урончик посмотрим что получится убейте его я не хочу разворачивать просто даже остальные о танк чё ты их остался позади то все пусть даже сильнее ты выше и толще большие шкафы просто одну не мазать не падать дружище не падать и не позади не но за имперцев похоже кого-нибудь то сольем за имперцев кого-нибудь сольем разберитесь ладно развернись развернись и убей и убей их оп распластался а я этот момент пропустил распластался лежит не дышит только пугали только пугали нас ой и наши подкрепления пришли приятно это приятно согласен так ну красотка насколько у тебя 9 секунд длительность давай вот сюда мне интересно что это за счет за способность будет от тебя а ну сверху до неплохо практически как у у царей гробницы сейчас пока он подойдет как раз хп ему под снимут вот и наша способность зависящая от нанесенного уже урона пригодилась есть ну просто нет его уже есть ничего уже просто нет так помоги разобраться здесь где они призвали ну вот я ну в храмах да пусть призывает очень не жалко то есть хорошо прокачана в принципе наверное это битва сделана специально чтобы ее играть не под финал то есть это битва должна играться как только она станет доступна и тогда в идеале все будет хорошо потому что я тут даже автожиры не успеваю куда-либо направить их можно вот сюда например люминарк стрелял куда хотел люминарк делал все что ему заблагорассудится вперед идем жабу гасить на этот фанк тут даже охотник видим спокойненько так об воздух предупредительный воздух ну или это знаете когда на скорость бегают он просто о старте ему сказал старту и братан ну-ка я хочу посмотреть что за снаряд о какая булавата ну вот так вот короче выглядит снаряд который бросают этих автожир чеки ну бросил пока только получается ты вряд ли анимация есть открытие портов просто не появляются просто появляются и все даже сетка не сильно нужно вот маздамунди в итоге со своей вот этой армии больше всего проблем создал на самом деле то есть у него было больше всего шансов победить нас когда за малым там все за ол карнозавр пришел и жаба лопнула идем сюда готовь ловушку готовь ловушечку погнали что там жабы не могут добить до союзники добьют жабу можем наслаждаться просто дальше кто не дошел и никто не узнал даже вот твою способность в коем веке в народе скинули а но тут героев много очень много героев все способности допустим без паузы просто не успеваешь прокинуть это что во время вообще и вот она победу можем он еще а ну ты сам себя не можешь да короче самый пострадавший у нас охотник лекарь охотник лекарь брат собрат да в общем эту битву в идеале конечно играть нужно раньше не оставлять под финал мы не оставлять под занавес она не совсем финальный это за пиратов все таки там действительно битва сложноватое подкрепления подходят стек нужен максимально прокачен и без него но будет нереально сложно как бы ну испытание да там откуда они придут неожиданно играешь особенно когда в первый раз потом уже если какие-то перепрохождение за другие фракции ты уже примерно знаешь что будет подкрепление в какой момент это последнее все-таки подкрепление когда нет ну а тут есть возможность играть битву надо пытаться ее играть и получать бонус для компаний и проходить хотя ну даже с тем что я не искал легких путей как за на кая так и здесь принципе за на кая не требовал денег у вас а вода давал ездовых животных даже агентам которые действуют на карте компании и в общем давал возможность даже с кавином в люстре обустроиться все равно это вполне казна дисциплина и как говорил за на кая в принципе прохождение завершаем сейчас финал посмотрим великий защитник джунглей стал очередным трофеем охотника земля людоящеров разорена и завоевана империи враги безраздельно властвуют и грабят надолго ли надолго ли но мне это надо ли надо ли ну и зато победу над на к получили преимущество против крупных целей плюс 10 защита в ближнем бою то есть принципе для марка вульхарта это тоже дополнительный бонус хороший плюс урон плюс защита битва выполнена содержание лучников уменьшилась вообще во всех армиях это под мою тактику давайте больше лучников и больше мне никто не нужен это прям идеалити длительность паровых танков это мы видели ну и все дипломатические отношения даже никого не нанимал толком до из местных там каких-то отрядов дополнительных и даже у нас остались подкрепления неиспользованы и вот возвращаясь к диалогу да о завершении прохождения завершаем его и сейчас раз эту кампанию завершили знака и завершили можно будет в кампанию смертных империях начать ну и русь будет выходить возможно еще вот как то так такие планы а там может и еще какая-нибудь игру или даже появится для разнообразия на этой ноте завершаем прохождение респект марку вульфарта его механика интересно в принципе рекомендую всем добра пока пока